Мы говорим о главном экономическом документе края, о стратегии 2030 с начальником отдела реализации стратегии территориального развития Министерства экономики Краснодарского края Наталья Скокова. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в крае принята стратегия социально-экономического развития, рассчитанная до 2030 года. Известно, что в основе этого документа лежит принятая еще в 2015 году инновационная стратегия Краснодарского края, которая была рассчитана до 2025 года. Скажите, зачем краю понадобился принципиально новый документ для развития экономики и сколько вложений потребуется в это развитие? В течение периода реализации предыдущей стратегии в нее вносились определенные изменения, связанные с тем, что выходили новые методические рекомендации со стороны Федерального центра Агентства стратегических инициатив. Внедрялся стандарт повышения инвестиционной привлекательности, одним из условий которого было либо формирование новой инвестиционной стратегии региона, либо внесение отдельного блока в стратегию, уже существующую стратегию социально-экономического развития. Регион к тому моменту принял решение, что мы будем все-таки этот инвестиционный блок развития включать в действующий стратегический документ региона, поскольку вышел следующий документ, очень важный. И, собственно говоря, этот закон федеральный, он и послужил основой для того, чтобы регион начал формировать новую стратегию развития до 2030 года. Это федеральный закон о стратегическом планировании в Российской Федерации. Он был принят в июне 2014 года. По сути, этот закон можно назвать в какой-то степени для формирования системы стратегического планирования и региона, и муниципальных образований, и Российской Федерации эпохальных. То есть до этого практически все стратегическим планированием занимались, но нормативно-правовой базы со стороны федерального центра не было. И вот 2014 год – это такая отправная точка. И опять, к слову, Краснодарский край был пионером, потому что у нас еще в 2001 году был принят предыдущий закон о стратегическом планировании, дикативном планировании в Краснодарском крае. Когда был принят закон в 2014 году, в законе было требование, переходное положение о том, что регионы поэтапно должны были переходить к его реализации. И, соответственно, это требование касалось того, что либо мы должны были действующую стратегию приводить в соответствие с законодательством, либо в определенные сроки приступить к разработке нового документа. Но поскольку предыдущая стратегия, она не то чтобы устарела, но мы уже понимаем период разработки, который достаточно длительный, нельзя этот документ подготовить за три месяца. Это в любом случае достаточно долгая и кропотливая работа. Регион большой, регион очень многообразный. Да, вот мы вернемся еще, проговорим про стратегию, но мы знаем, что любой муниципальный образователь, 44 муниципальных образований, они абсолютно друг на друга не похожи. Мы не сможем найти с вами одинаковые по экономике, по шаблону. Более того, если мы посмотрим Северная зона, одна история, Черноморское побережье – это совсем другая история. И соразмерив, скажем так, затраты в трудовые ресурсы, временные ресурсы, финансовые ресурсы на приведение в соответствие предыдущей стратегии формирования нового документа, и тем более уже, в принципе, она действовала до 2020 года, она именно, собственно говоря, наверное, в большей степени легла в основу формирования стратегии 2030. Было принято решение о разработке нового документа. Более того, в принципе, экономическая ситуация в стране и в регионе к тому моменту сложилась таким образом, что была необходимость именно пересмотра приоритетов, даже, наверное, не столько пересмотра приоритетов, сколько пересмотр подходов к реализации тех инициатив, которые есть в регионе. Это был и есть очень сложный период, когда давление санкций сказалось на экономике региона. Завершился как раз, скажем так, да, масштабнейший проект в истории и края, и в истории России завершилась Олимпиада. И вот эти все моменты, их нужно было уже учитывать, конечно, в новом документе. То есть именно поэтому и было принято решение о разработке новой стратегии Кубань 2030. Ну, у этой стратегии довольно амбициозные цели и задачи, и планы грандиозные. Наш губернатор даже сказал, что это некая новая экономическая конституция, по которой мы сейчас будем жить. Вот как мы будем жить? Ну, на самом деле стратегия – это всегда про амбиции. Чем стратегия отличается от любого плана социально-экономического развития или вашего, я не знаю, планов на будущее, краткосрочных. Когда формируется стратегия, ее главный принцип – того, вы будете развиваться, вы будете расти, вы ставите себе эти задачи, но вокруг вас будет все точно так же изменяться. И для того, чтобы вы сохранили свои лидерские позиции, укрепили, либо стали на ступеньку выше, вам нужно будет подстраиваться под эту систему изменений, которая будет проходить вокруг вас. Стратегия – это как раз про то, как выстроиться в глобальной системе изменений и как регион должен удержать свои лидерские позиции. Стратегия – это всегда про амбиции, потому что, да, есть такое хорошее выражение, для того, чтобы достичь большего, ставьте себе еще более высокие цели. Вот это как раз про стратегии. В стратегии действительно очень много приоритетов, но я бы не сказала, что много приоритетов. Мы ее называем «три семерки» – семь направлений развития, семь флагманских проектов, семь экономических зон. Все приоритеты, все флагманские проекты, они, в принципе, тоже не на вы для нашего региона. Но если мы о них говорим, если мы говорим о транспорте, если мы говорим о курортах, то мы говорим о них и ставим задачи, исходя из того, как будет вокруг меняться все. Естественно, во всех направлениях развития заложен цифровой компонент развития цифровой экономики. Ну, сложно уже, да, отрицать о том, что цифра пронизывает буквально все отрасли реального сектора экономики и социальной сферы. Семь приоритетов – это топливно-энергетический комплекс, это транспорт, это курорты, это, естественно, сельское хозяйство, это социальная сфера, это инфраструктура. Если мы говорим о всеми флагманских проектов, то это в первую очередь. Вот сейчас, наверное, один из самых масштабных проектов, который в том числе и губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев обратился к президенту с просьбой о поддержке этого проекта. Он уже поднят на более высокий уровень, поскольку регион реализует еще и геостратегическую функцию развития Российской Федерации. Мы являемся все-таки южными воротами. Поэтому один из первых – это транспортное развитие южного экспортного и импортного хаба, связывающий все транспортные узлы нашего региона. Поддержка получена. Сейчас уже ведется работа вместе с Федеральным министерством, Министерством транспорта Российской Федерации по реализации этого проекта, по наполнению этого проекта. Ведется работа с бизнесом ключевым, который представлен в нашем регионе. По наполнению проекта. Проект «Умная Кубань. Лидеры будущего» – это как раз формирование институциональных преобразований для того, чтобы той платформы, на которой все эти инициативы должны быть реализованы. Потому что стратегия предполагает не только просто утверждение, как документа, как закона, но она предполагает изменение системы управления, системы принятия решений. Вот формирование, где брать этих людей, которые будут ее реализовывать. Их нужно тоже воспитывать. Нужно развивать науку, нужно взаимодействовать с научной школой, которая представлена в нашем регионе. Следующий проект – это развитие социально-креативных индустрий. Это традиционно социальная сфера. Но социальная сфера, мы понимаем, что уже и население не устраивается в традиционные представления о том, как развивается образование, здравоохранение, культура. У населения тоже меняются потребности. Поэтому кластер социально-креативных индустрий – флагманский проект развития социально-креативных индустрий. Безусловно, это курортные сфера. Это развитие кластера санаторно-курортного комплекса. Это тоже большой флагманский проект. Он впервые в стратегии… То есть курорты в стратегии присутствовали всегда. Для нас это действительно один из приоритетов. Несмотря на то, что, конечно, нам бы хотело, чтобы доля курортной сферы в структуре ВРП региона увеличивалась все больше и больше и давала большую отдачу. Конечно, они обладают большим мультипликативным эффектом. Не всегда присутствовали в приоритетах развития региона. Но сейчас впервые туристский продукт, который представлен в рамках стратегии, он диверсифицирован. То есть не просто диверсифицирован, определены точки роста для того или иного муниципального образования, где будет развиваться тот или иной вид туризма. Традиционно у нас у всех представление, что такое курорты. Это море, солнце, пляж, побережье и так далее. Но курорты, это развитие курортов, это образовательный туризм, это сельскохозяйственный или аграрный туризм, такое новое направление, хотя оно не новое, но это... Но только на чем набирает обороты. Только на чем набирает обороты у нас в регионе. Это событийный туризм, это познавательный туризм, это деловой туризм, майс-туризм. У нас уже наши два муниципальных образования занимают одни из самых высоких строчек в рейтинге городов Российской Федерации по деловому туризму. И вот определены как раз-таки муниципальные образования, для которых тот или иной вид туризма будет являться приоритетом в их направлениях развития. И, собственно говоря, такая дорожная карта и для наших органов исполнительной власти в каких территориях необходимо делать акцент и кто из муниципальных образований имеет потенциал для роста различных направлений туристской деятельности. Следующий флагманский проект, конечно, кластеры экологизированного АПК. Почему мы говорим об экологизированном АПК? Мы понимаем, что необходимо... Это не органика, мы всегда говорим, потому что очень у многих экологически чисто исключительно с органикой ассоциируется. Но органика имеет определенные, очень сложные критерии для того, чтобы продукция попала в разряд органических. Здесь нам еще предстоит определить, что такое экологизированное АПК, самим сформировать эти критерии, запатентовать. И это тоже одна из наших стратегических задач, потому что мы тогда можем смело... Сейчас уже продукты Краснодарского края, давно уже это бренд определенный, это определенный стандарт качества, это вкусно, это здорово. Но это еще и должно быть именно брендировано, поскольку бренд — это дополнительная, добавленная стоимость, которая дает, естественно, дополнительный доход. И, безусловно, учитывая то, что у нас сельское хозяйство является одним из ключевых, сельское хозяйство и переработка пищевых продуктов, производство пищевых продуктов, является одним из ведущих направлений и одним из, наверное, основной специализаций для многих муниципальных образований. У нас более 50% населения, ну, 50% населения живет в сельской местности, ну, соответственно, это и занятость. Там точно так же присутствует цифра, новые технологии, там все вокруг развивается, и этот флагманский проект, эти все направления развития в себе предусматривает. Точно так же флагманским проектом определены, как и в курортной сфере, определены муниципальные образования, для которых будут являться развитие сельского хозяйства, развитие рыбы, развитие винодельческого кластера, развитие кластера производства пищевых продуктов приоритетом первого или второго порядка. Это все определено в стратегии Кубань-2030. Кластер, следующий флагманский проект, это пространство без границ. Вот та семерка, которая делит наш регион на семь экономических зон. Мы говорили, да я вам говорила о том, что край очень разнообразен. Одно муниципальное образование не похоже на другое. Даже если посмотреть в зоне, одну зону если посмотреть, там тоже муниципальные образования, все очень разные. Семь экономических зон, в каждом определен, скажем так, ядро первого порядка, которое вокруг себя аккумулирует. Это не означает, аккумулируют остальные муниципальные образования. Это не означает, что мы поменяли административное деление. Все зоны определены в рамках действующих территориальных, административно-территориальных границ муниципальных образований. Это северная зона, это часть региона, которая граничит с Ростовской областью, частично со Ставропольским краем. Восточная экономическая зона, которая является центром в городе Армавире, которая является восточными воротами Краснодарского края. Центральная экономическая зона, которая опоясывает вокруг города Краснодара. Краснодар как краснодарская агломерация, включая четыре муниципальных образования. Плюс мы все-таки граничим с Республикой Адыгеи, и так или иначе мы взаимодействуем с ними. Это сочинская агломерация с выделением в ней прибрежного и горного кластера двух территорий, потому что, возвращаясь к тому, что все разные, Сочи разные. Одна специализация в горном кластере, совсем другая вдоль, которая растянута Черного моря. Черноморская экономическая зона, которая является тоже очень в рамках Черноморской экономической зоны. У нас даже выделено несколько приоритетных программ, потому что Тамань, Темрюхский район, он развивается очень большими темпами, очень высокими темпами. Особенно там развивается и портовое хозяйство, новый порт, который там появился, производство, промышленный кластер, который формируется вокруг этого порта. Опять-таки мост, транзитные функции, которые регион выполняет, которые муниципальное образование выполняет. И еще предгорная экономическая зона, тоже очень интересная территория, которая, получается, там всего пять муниципальных образований, но они подходят к Кавказскому биосферному заповеднику с северной стороны. Это Абширонские, Белореченские районы, Лобинские, Мостовские, Отрадненские. У него тоже, у этой зоны есть такая же маленькая специфика, такая же, как и у Краснодарской агломерации. То есть, получается, в Краснодарской агломерации частично мы тоже захватываем, в пространственном каркасе Республику Адыгея. И в предгорной экономической зоне там частично тоже есть. И это одна из задач выстраивания взаимодействия с соседним субъектом Российской Федерации. Для каждой зоны определены приоритеты первого, второго порядка, третьего порядка в виде комплексов. И еще один из важных моментов, это, конечно, если говорить о том, как будет развиваться регион, может быть, не впервые, но впервые на законодательном уровне и в стратегии прописан кластерный подход к реализации инициатив в развитии реального сектора экономики. Такая вот, получается, многомерная, трехмерная, даже не знаю, как сказать, модель развития региона. Конечно, это очень сложно. Задачи очень амбициозные, но, следуя словам губернатора, если действительно стратегия – это конституция, и это будет единственным документом, от которого будут приниматься все решения, то я надеюсь, что мы сможем реализовать те приоритеты, которые там заложены. У нас в продолжение стратегии принят еще план мероприятий по ее реализации до 2030 года. И согласно плану мероприятий, в рамках каждого флагманского проекта определен набор задач, которые необходимо решать в первоочередном порядке для того, чтобы реализовать инициативы, которые заложены. И во многом, практически по всем флагманских проектам, стоит задача внесения изменений в законодательство, инициирования внесения изменений в федеральное законодательство, для того, чтобы можно было… Законодательство определяет правила игры и в субъекте, и в Российской Федерации, для того, чтобы можно было, собственно говоря, реализовывать то, что заложено, и создавать более комфортные условия для этого. Условия для ведения бизнеса, для повышения инвестиционной привлекательности, конечно, будут вноситься определенные изменения. То, что касается бюджета, то, в принципе, во-первых, стратегия в своих параметрах закладывает рост доходов бюджета Краснодарского края. Это один из ключевых показателей. К 30-му году он должен быть в бюджет более 640 миллиардов рублей. Это по базовому сценарию. И задачи, которые ставят в том числе и губернатор, и вице-губернатор Краснодарского края Георгий Петрович Галась, который курирует как раз-таки блок экономический, Министерство экономики, Министерство финансов определяет в ту политику, одна из задач, это как раз-таки, почему стратегию-то и разрабатывали, для того, чтобы определить приоритеты и бюджет в итоге. Естественно, он сохранится в свою социальную направленность. Без этого никуда. Но распределение в условиях ограниченности финансовых ресурсов, выделение бюджета на приоритетные задачи, это одна из основных, собственно говоря, целей и задач самой стратегии, плана мероприятий по ее реализации. Если возвращаться к задачам, может быть, мы их немножечко в цифрах представим. Вот там у нас тоже рост промышленности, да? То, что про бюджет, увеличение бюджета мы уже сказали. Увеличится зарплата тоже, и есть такие задачи. В цифрах как это можно себе сейчас представить? Ну, во-первых, что хотела сказать о нашей стратегии. У нас стратегия, ну, может быть, амбициозно звучит, очень, да, и как-то сама уверена, но она на сегодня признана одной из лучших в нашей стране. И стратегия, в принципе, содержит беспрецедентный набор показателей, по которым нужно мониторить, идем мы в том или ином направлении, достигаем мы того, что мы себе запланировали, то, что мы за задачи поставили, либо нет, там все показатели составлены в трех сценариях, представлены в документе. Но помимо этого есть еще верхнеуровневые показатели, на которые все пытаются, не все пытаются, все должны ориентироваться. Да, это экономический рост со следующего года 4% в год, минимум 4% в год. Еще все наши показатели, все показатели стратегии, они либо повторяют указ президента Российской Федерации 204-й о стратегических целях и приоритетах, принятых в 2018 году, либо даже выше, чем заложены в этом указе. Поскольку, ну, обладая достаточно высоким потенциалом для экономического развития, регион, понимая о том, какие есть резервы, по некоторым направлениям показатели стоят выше, чем в указе. Ну, вот, как я говорила, экономический рост с 2021 года 4%, рост производительности труда приблизительно 5-5,5% в год, это тоже очень высокий показатель. Доходы бюджета 640 миллиардов, рост промышленного производства минимум в два раза, рост заработной платы в среднем в два раза к 30-му году. И рост заработной платы, то есть, чтобы вы понимали, это с учетом инфляции. То есть это не в чистом виде вы сегодня получали 35 тысяч рублей, и завтра вы стали 70 получать. Это в сопоставимых ценах, просто не в действующих, это очищенные доходы на инфляцию. Потому что, когда мы говорим, мы еще проводим такую работу, мы молодежь знакомим со стратегией, и мы посещаем высшеучебные заведения и говорим о тех цифрах, которые заложены в стратегии. Многие молодые люди, студенты говорят, как? То есть там у нас было 35, всего 70 будет, но мы им объясняем, что это в действующих ценах, что это в два раза, это вот именно в два раза. То, что вы сможете приобрести на свои полученные деньги, в два раза больше, чем вы можете сделать сейчас. Смотрите, стратегия получается по периодам разделена на две части, так говоря образно, по шестилеткам. Есть какие-то приоритеты, заложенные в эту шестилетку, которые будут реализовываться в следующую шестилетку? Или оно все будет вот так вот идти поэтапно из года в год? Даже не шестилетками, трехлетками. Потому что если мы посмотрим на маячки, которые расставлены в самом законе, то это трехлетки. Это, понятно, базовый 16-й, 18-й год принятия стратегии, 21-й, 24-й, 27-й, 30-й. Прошлый год, 2018-й, несмотря на то, что в этот год мы согласовывали стратегию с федеральными органами исполнительной власти. К слову, на период согласования ушло 9 месяцев. Очень было такое достаточно тяжелое согласование. Выносили детишки. Фактически, да. Потом был период утверждения у нас уже законодательным собранием в виде закона. Но уже тогда мы говорили о том, что это год подготовительный для реализации стратегии. Действительно готовилась, скажем так, основа, на котором будут все создаваться. И как вы можете оценить 2019 год по результатам начала реализации стратегии? 2019 год, я, возможно, повторюсь, но это год институциональной подготовки к изменениям институциональных преобразований по реализации стратегии. Но уже можно сказать, что форум, который был проведен в феврале 2019 года в Сочи, он был представлен в рамках стратегии «Кубань-2030». Это представление инвестиционных проектов от зон, экономических зон. То есть мы уже не смотрим точечно на каждое муниципальное образование. Мы смотрим в целом на зону, смотрим на взаимодействие между муниципальными образованиями по реализации масштабных крупных инвестиционных проектов. Мы можем говорить уже о том работе, которая с зонами проводится. Она проводится в том числе и с помощью законодательного собрания Краснодарского края. В 2019 году проведены две научно-практические конференции. Одна восточная экономическая зона, вторая была в предгорной экономической зоне проведена для того, чтобы активизировать и муниципальное образование, и местный бизнес, и органы власти по реализации тех приоритетов, которые заложены в стратегии 2030. Потому что впереди большая работа. Все те приоритеты, которые есть, все те приоритеты, все мероприятия, которые заложены и в стратегии, и в плане мероприятий по ее реализации. Они должны быть расшиты в дальнейшем. Они должны быть наложены на то или иное муниципальное образование. Муниципалитеты должны встроиться в эту систему. Они должны понимать свою роль и значимость в реализации стратегии региона. Что такое Краснодарский край? Это в первую очередь 44 муниципальных образования. И как раз этот, более того, в 2019 году у нас некоторые муниципальные образования уже приступили к формированию своих муниципальных стратегий. Часть из них уже утвердила их представительными органами местного самоуправления. К слову сказать, что мы в 2019 году внесли изменения в действующее законодательство, возвращаясь к вопросу, какие потребуются внесения законодательства, в котором предусмотрели норму по взаимодействию муниципальных стратегий и краевой стратегий, цели, задачи, приоритеты развития территорий не должны противоречить общей краевой стратегии. То есть они в любом случае, в глобальных вещах, они все равно должны встраиваться в краевой документ стратегического планирования. Вот в этой части мы выделяем Сочи. Как раз-таки там планируется разработать свою персональную стратегию социоэкономразвития. Это действительно отдельный будет документ или он будет тоже как-то граничить с общей краевой стратегией? По законодательству 172-й закон о стратегическом планировании определяет о том, что разработка муниципальных стратегий городских округов, муниципальных районов осуществляется по решению самих органов местного самоуправления. Но для таких крупных территорий, как Краснодар, Новороссийск, Сочи, Тимрюкский район, Туапсинский район, можно их дальше продолжать, конечно, такие документы должны быть обязательными, потому что у них есть свои приоритеты, свои направления. Стратегия Сочи действительно будет разрабатываться. Я так понимаю, что администрация будет разрабатываться силами муниципального образования, поскольку это полномочия органов местного самоуправления. Регион будет помогать, будет оказывать содействие в разработке этого документа, будет в дальнейшем согласовывать этот документ в порядке, предусмотренном постановлением главы администрации Краснодарского края и законом о стратегическом планировании Краснодарского края. Но муниципальное образование администрации будет разрабатывать его самостоятельно. Те сроки, которые они для себя определят, опять-таки, по согласованию, скорее всего, по согласованию с краевой властью. В дальнейшем я очень надеюсь о том, что администрация Сочи выберет открытый механизм разработки документов, что он не будет кабинетным, что это будет взаимодействие с местным бизнесом и с населением. Собственно говоря, как механизм был применен при разработке краевой стратегии, беспрецедентное было взаимодействие с общественностью. Мы посчитали, что мы в рамках разработки документа задействовали более 4 тысяч человек. То есть во всем этом процессе, в рамках семи глобальных стратегических сессий 22 муниципальных образования посетили при разработке документа, семь территориальных полустратегических сессий проведено по экономическим зонам. Надеемся, что Сочи повторит вот этот опыт, и он даст свои положительные результаты при формировании их стратегии. А всего на согласовании сейчас в Министерстве экономики, в органах исполнительной власти находится более 12 муниципальных стратегий. Ну что ж, работа началась. Я думаю, что впереди у нас еще много интересного. Спасибо вам большое за беседу. Всего доброго. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин